И вот путинский хлебосос, который про него книжки писал, корреспондент этот, спросил по поводу, нападет ли Путин на Украину, это вопрос провокационный, это Путин отвечает, Россия, то есть его же хлебосос, который про него книжки пишет, задает провокационные вопросы, то есть надо было, чтобы этот вопрос задали, надо обязательно, и вот смотрите ответ, это вопрос провокационный, Россия проводит миролюбимую внешнюю политику, но она вправе обеспечить свою безопасность, и мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая вчерашнее у моего собеседника президента США господина Байдена, нас не может не беспокоить перспектив возможного принять Украину в НАТО, потому что за этим последует размещение военных контингентов баз и угрожающего нам оружия, вот как видите, то есть он высказывает обеспокоенность, если обеспокоенность Байдена, она выражается одним образом, то обеспокоенность Путина выражается в танках, как вы понимаете, у него другого ничего больше нет, танк в Советский Союз наделал море, Байден заявил, что ясно дал понять Путину, если Россия вторгнется на Украину, то будут экономические последствия, которых не было раньше, ну как уже заявлял Лавров все в первый раз, они вот когда не угрожают этими экономическими последствия, они еще не понимают, что это уже не работает, ну это как Закаря, который там уже десятую ходку, бля, осуществляет, да, там весь из себя уже авторитет уголовный, ему говорят, мы тебе, бля, на кищу бросим, вот он и дома, конечно, и это санкция, это дом родной для Путина, они еще эти санкции действуют против Путина, а против народа России действуют, а Путин на этот народ начихать, чем больше эти санкции загнут народ России, чем беднее его сделают, чем более он будет голодный, тем Путину легче будет им управлять, вот смотрите, вот сделают народ бедным, голодным, вот вы спрашиваете, а где там они возьмут народ танком управлять, бля, да сколько угодно этих, бля, с кредитами голодных и так далее, то есть танком управлять они не смогут, что ли, полно, посмотрите, какое количество резервистов, какое количество отслужил, вот лезут люди моего возраста, лезли там в Донбасс и так далее, воевать, моего возраста даже, а уж я не говорю про тех, кто моложе, так что Путин найдет сколько хочешь для этих консервных банок, жаль, конечно, жаль, потому что развивается все по наилучшему сценарию для Путина, а я рассчитывал, что хоть кто-нибудь из заводных политиков как-то попробует осадить эту гниду, я рассчитывал, что в Украине создастся более-менее сформированное такое системное движение антипутинское, обратите внимание, там скоро выборы президента, и тот человек, который мог бы сейчас объединить украинцев, народ, не вот этот вот шлоебень, который там в Раде сидит и который там в президентских всяких креслах, там в этих кабинетах, да, объединить тот народ, который мог бы выступить на свою же защиту, вот сейчас время национального лидера, реального национального лидера украинского, где он, сейчас он мог бы совершенно спокойно прорваться и получить президентское место, там, в общем-то, и отвоем быть, его нет никаких проблем на обычных выборах, самое главное, что в повестке, которую он предлагает, было что-то внятное, а внятное в этой повестке должно быть, то, что посадит всех нахер коррупционеров и тех, которые были при Порошенко и тех, которые при Зеленском, разгонят всех пи***ов аваковских, которые засели сейчас везде там и так далее, то есть совершенно нормальную работу произведет, ну и, конечно, защитить страну от Путина, вот это вот главное, и если бы такой человек появился, мы бы всей душой ему помогали, с удовольствием, но Украина почему-то не хочет такого, из своего, так сказать, огромного народа выдвинуть такого человека, а жаль, и не я в этом виноват, когда украинцы мне пишут дневные письма, поверьте, я точно не за Путина, Путин предложил обнулить все ограничения на работу депмиссии России и США, ну видите, вот, то есть Путин провел встречу эффективно, накидал этих предложений, понятно, что они никак не сработают, но главное, он сказал, что хотел, а остальное время украл у Байдена, это обычная классическая картина, да, то есть вот набрать таких предложений, которые не сработают, но вроде кажется конструктивными, чтобы отобрать время, я думаю, что те, кто стал консультировать Путина, раньше же он как лох себя вел, те грамотные люди, я думаю, что китайцы, потому что действуют в соответствии, ну или те, кто изучал очень внимательно это, действуют в соответствии с китайскими стратегемами, и как бы технические вот эти моменты, чисто тактика переговоров ведения, она такая вот в 90-х годах, понятно, что навряд ли кто-то из бандитов там обучил Путин, как надо рамсить, он этому никогда не научится, да, это понятно, если он не умел это в 90-е делать, а это вот чисто азиатский вариант. В Кремле рассказали о шутках Байдена, очень, говорит, он чувствительно, я бы сказал, это Ушаков рассказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных, то есть он еще и этим время сожрал, вот два часа про близких с родными поговорили, про войну поговорили, про дипломатов поговорили, ну и так далее, вот если собрать про что-нибудь там говорили, то это порожняк, понимаете, да, то есть Путин в свои вопросы кинул по поводу НАТО, беги, Байден, собирай там НАТО и обсуждайте, что делать, а на самом деле Путин-то похер, в чем будет делать, ему главное, чтобы он не делал то, что он должен, не защищал Украину, а Байден уже заявил о том, что он не будет это делать, Песков заявил, что красная линия, это попытки НАТО подмять под себя Украину, но НАТО таких попыток не делает, это вранье, это как бы украинская власть пытается задружиться с НАТО, а НАТО как бы не очень хочет на себя определенное обязательство брать и рассказывает о том, что там Донбасс, это территория, которая сейчас оспаривается, на которой боевые действия ведутся, поэтому там не надо, не надо и так далее, я говорил, что Украина сейчас может даже своими неспособными политиками переиграть Путина, очень легко может переиграть, да, надо, конечно, сделать очень серьезную ампутацию, очень серьезную, очень болезненную, нужно отказаться от Крыма и от Донбасса, сказать, ребят, мы отказываемся, вы нас теперь в НАТО-то берете или как? Вот, вот будет вопрос, представляете, Путин говорит, что там очень боится по поводу вот этих территорий, боится того, сего, пятого, десятого, а если бояться нечего, то почему бы тогда Украине в НАТО не вступить, но Путин уже обгоняет на этом этапе, время уже упускается или почти упущено, потому что он уже без всякого, без отказа от Донбасса и Крыма заявляет о том, что нет, НАТО не будет в Украине, это главное условие, потому что это у его границы и так далее, понимаете, а раньше, хотя бы еще год назад, можно было бы его переиграть легко, ой, мы об этом говорили, опять же, украинцы на меня качели бочку, что я вот злодей, я у них Крым хочу отобрать и Донбасс, а у вас что, не отобрали это? У вас могут все отобрать, включая саму жизнь, сейчас нужно защищаться, сейчас нужно эффективно защититься, а потом уже можно решать вопросы, в том числе и территориальные, никогда это не потеряно, понимаете, да? Как царь Петр, помните, говорил про Кантемира, да, про господаря молдавского Кантемира, когда турки потребовали от него, чтобы он его отдал, он сказал, что, ну что не отдаст, то ни при каких обстоятельствах, говорит, если, говорит, они потребовали у меня русскую землю по Курск, то можно было бы отдать, потому что был бы расчет ее забрать назад, да? А, говорит, а отдать Кантемира, это значит потерять честь, а честь – это единственная наша собственность, помните, тогда в уставе военном как раз и записали эти слова, что в военных единственная собственность – это честь, и тут, в общем-то, Петр мыслил очень правильно, то есть потом, представляете, если бы даже он отдал там русскую землю по Курск, не вопрос, а она все равно вернулась, он бы ее вернул, Екатерина была, Елизавета, вернее, потом Екатерина была, кто-нибудь обязательно эту землю отколупал назад, так бы и было, понимаете? Поэтому таких вещей не нужно никогда бояться, бояться нужно ситуаций, в которых ты не можешь обойтись без потерь в будущем. Потери в настоящем – это ничто в сравнении с потерями в будущем. Поэтому моделирую так, и я потеряю сегодня, но зато я не потеряю ничего ни завтра, ни послезавтра, а, возможно, приобрету. Все это напоминает большую игру «Найдите бенефициаров», конечно, это и есть большая игра бенефициаров, тут навал, ничего их искать, полмира бенефициаров, сейчас мы и о бенефициарах поговорим, ну, первый среди бенефициаров, конечно, Сан Цзиньпин и Китай, они имеют огромные преимущества, ну, и прочие люди, ну, поговорим еще об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!